так ребят всем привет вот ночь была интересная история бетонные столбы новые сип кабель алюминиевый новый идет и абоненты подключены через вот такие вот иголки вот видно то есть кого три фазы заходит три провода фазные и один нулевой то есть четыре провода вот ночью история было интересно сейчас расскажу ребята в продолжении рассказываю вот вчера ночью соседа три фазы здесь и у соседа три фазы с одного столба вот я показывал до этого столб идет распределению вчера ночью соседа резко случился перекос фаз где-то у него упало напряжение до 100 на одной фазе где-то поднялось выше 300 вот там где выше 300 поднялось там было включено оборудование в розетке вот не работали они были просто включены и они сгорели то есть перекос фаз перекос фаз как он работает то есть из-за чего происходит из-за того что обрывается ноль на трех фазах вот и одна из вас стремится быть нулевой вот там где больше нагрузки приборов подключенных работающих там напряжение начинает уменьшаться стремится к нулю бывает до 40 20 там же где потребителя нет на фазах она стремится к 380 вот и у него такая вот штука произошла он резко отключил все и так далее я сосед мы с одного столба запитаны я показал иголками к одним и тем же проводам подключены теперь что случилось даже если у вас все нормально вот на ваших четырех фазах в трех фазах ноль на проводе не оборвался так как у него произошел перекос фаз автоматически это и задевает меня вот видите вот этот первый провод который начал плавиться вот он полетела вот сюда вот нагрузка то есть высокое напряжение здесь у меня на первом как раз вот примерно вот так вот и было то есть первые первая фаза вот она работает с таким в ночное время но вот эти две практически там отдыхает холодильник там ну лампочки и соответственно ночью вот эти две фазы они практически сведены к нулю вот здесь там котел работает вот он так и здесь вот вот здесь началось сильное напряжение спасло слава богу то что я поставил на каждую фазу реле напряжение вот если сейчас мы посмотрим при каком минимальном максимальном он выключается вот выключается при максимальном 250 ответьте при минимальном отключается 185 вот вот этот но тут постоянно высокое напряжение я поставил 257 вот минимально 185 вот тут 252 вот вот это самая такая стабильная вот получается смотрите ребят даже если у вас ноль нигде не обрывается у вас три фазы у вас но у вашего соседа происходит обрыв нуля то не думайте что у вас все безопасно нет у вас ничего не безопасно тоже вот вот эта проблема есть летит напряжение ему же надо закончить она есть в сети все она пошло перешел теперь как он найдет вот эти три фаза пришли к нему нуля нету одна стремится фаза к триста восемьдесят другая к нулю вот которая триста восемь стремится ей куда деваться она начинает по этому же проводу потому что мы подключены иголками искать по этому же проводу побежала ко мне потому что это ближайшие потребители на этой фазе вот и получилось вот 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 такая вот проблема то есть получается вот этот провод я проверял он хорошо протянут вот этот вот здесь он так поплавился вот здесь вот также вот красная изолента на этом была вот смотрите как он поплавился вот сейчас он даже начинает шуршать вот пол сейчас вот включился котел нагрузка добавилась он шуршит вот этот час под замену идет я уже купил такой но смотрите получается ребят еще раз у вас три фаза даже если у вас все идеально но у вашего соседа проблему с нулем то проблема будет и у соседа то есть и у вас и приехали ночью монтеры они выключили что они сделали они взяли его 0 который вот он пришел 0 они соединили его с землей включили у него все заработало вот я прихожу у себя смотрю но подгудит гудит также но никакого перекоса нету и у него там вроде как бы работает вот я говорю нужно на столб залезть у них по технике безопасности ночью они по столбам не лазит вот приехали утром я им вышел лично объяснил всю эту ситуацию они залезли на столб и действительно увидели что 0 у соседа отгорел вот эту иголку выкинули куда-то сейчас вот видео начал снимать соседа где-то валяется не не смог найти он сказал поищет я потом покажу вот купил я съездил две новых сразу иголки одну ему на 0 закрутили одну мне на 0 закрутили все и у него выровнялась эта система вот поэтому вот такие вот проблемы будет сейчас вот это буду менять смотрите как он сгорел декрафтовский принципе он отработал не знаю вот думал почему он сгорает может из-за того что высокое напряжение было но эти должны были отработать вот к сожалению ночью когда он звонил не смогли это все посмотреть вот и отключался свет тоже не могу сейчас сказать потому что не было меня на месте вот такая вот ситуация такая вот ситуация ребят сейчас будут менять его покажу уже новый купил слышно да как хрустит вот такой вот новый купил сейчас буду менять его еще ребят раз повторюсь смотрите после каждой фазы ставьте реле напряжения берите его с запасом это не значит то что входной мне тут стоит 32 типа убирать его 25 берите запасом эта техника она должна работать с запасом то есть реле напряжения именно надо брать запасов автомата не нужно брать запаса или напряжения потом дальше после каждого реле напряжения нужно ставить стабилизатор вот на каждую фазу свой стабилизатор на 10 киловатт можете брать 10 12 и так далее но минимум 10 бери потом после каждого стабилизатора приходит вот первая фаза 2 3 это дифы для чего нужны на первой фазе у вас кто-то в розетку сунет пальчик чтобы не получился зайчик он просто отключится и ничего не будет почему потому что утечка теперь самое главное если ходить чтобы диф стал и работал у вас должен быть 0 отдельно земля отдельно если вы 0 землю соедините то диф у вас никогда не будет работать он просто-напросто не подключиться и будет отрабатывать поэтому самое идеальное если хотите проверить что у вас все классно подключите диф автомат у себя вот заходит ноль фаза и посмотрите если он не включается значит у вас 0 землей где-то соединен вот так сейчас начну менять так все отключил вот автомат включенный вот напряжение нету теперь просто формально понятно да проверяем что нету и ноль тоже на всякий случай проверяем все можно скручивать вот несколько фонарик головной все очень удобно для этих дел вот оставил дел офигенно светит все работать сейчас буду откручивать покажу что там произошло вот ребят сразу покажу то что провод может это будет говорить плохо держится вот смотрите ничего не плохо держится зажат хорошо хорошо максимально хорошо вот это открутил сейчас еще этот и посмотрим что там обалдеть он аж аж зрителя наш прикипел елки пауз смотрите не крутится сейчас подождите его чуть-чуть это двумя руками попробую вот ребят в общем не получилось его вытащить открутить вот сейчас вот эти две фазов вставлю автомат чтобы не было никаких сложностей вот так вот так и этот наверно будем думать откусывать что ли его или как вот эти смотрите эти хорошо не подгоревшие ничего сип хорошо зажата это можно чуть подровнять сейчас подровняю вкручу пока эти ребят ноль грелся тоже вот тут такая была это снял сейчас мусор выкинул вот она вот синяя изолента здесь вот так вот была я сейчас ее просто снял подогрел грелся сейчас вставлять так пока эти прикручу чтобы не перепутались а потом с тем проводом разбираться вот ребят он вылез вот смотрите как там прогорело вот допустим видите до колодки какие чистенькие да и смотрите вот здесь колодку смотрите посередине аж металл проплавился металл проплавился вот это док рафт с одной стороны чем можно сказать что дек рафт работая да то есть металл все держит вот но он не выбился то есть этот автомат не отчелкнулся то есть он как работал так работал он не отчелкнулся вот тоже вот непонятно да Вот температура поднялась Он чувствует, что он плавится А он берет и не отщелкивается Декрафт Короче, четырехполюсных у нас Сейчас в Алмате Нету Все трехполюсные Четырехполюсные, вот один Декрафт Вот Вот Такие дела Сейчас вот этот провод Вот он, как поплавился Сейчас сфокусируется, нет? Он сфокусировался Смотрите, придется вот это откусить Вот эту часть Обточить новую, поставить его Вот, сейчас буду заниматься этим Так, эти прикрутил, чтобы не перепутать И вот этот нижний, два прикрутил, чтобы не перепутать Осталась фаза вот эта Вот И ноль И ноль Тут ноль прикрутил Поэтому лучше последовательность Соблюдать Вкрутил Выкрутил Вкрутил Так, ребят, все поставили Вроде бы протянул Посмотрел Посмотрел Вот Так, ну вот, в принципе, сейчас включим Оно для проверки Видишь, видите, напряжение есть Напряжение есть Напряжение есть Но ноль и нет Все Включаем Все Роле напряжения пошли работать Проверяет Все Отбили Подали Так Нужно включать Вот Смотрим напряжение Сейчас я еще пару нагрузок включу Посмотрим Так Вот сейчас там включил Дополнительную нагрузку На первой фазе Спи Нормально Вот сюда бы еще Такую пластинку Планирую вырезать Чтобы вот Открыл проводов Не видно было Только вот так вот Сейчас посмотрим Вот это игла Нулевая была На столбе Вот Сосед нашел Вот она вот так вот Прогорела Вот Непонятно Почему она так Жестко прогорела То ли Изначально Ее плохо Закрутили Смотрите Там прям вот Эти контакты Прям поплавились Нулевка была Купили новый Поставили Не знаю Напишите в комментариях Почему так он прогорел С того что Слабый контакт Был изначально Плохо Прокрутили Или со временем Садится Или еще что-то Ну вот Купили новый Поставили Вот такой вот он Интересный механизм Да Если посмотреть Сейчас его раскрутим Крутится в принципе легко Так открутили Так одно колечко Второе Снимаем Смотрим Живого места нету Причем он мощно сгорел Это капитально Это на столбе Это вот На том столбе Вот Который я утром Сейчас уже вечер Вот И вот тут Вот эта часть такая Смотрите Сгоревшая Тут что хорошее осталось Это вот Только вот Можно Оставить Гайку И болт хороший Пригодится В хозяйстве А вот это Это уже Мусорку Вот эти болтики Хороший такой Добротный Так сказать Все Ребят Всем привет Кто У кого Три фазы Обязательно Вот это Учтите Что Вот такой Момент Может быть Все Это не теория А теория Плюс практика Смотрим Всем пока